Библиотеку водора в Минску створили студенты из Парижа. Это проект для подопечных белорусского детячего хосписа. На думку специалистов, приемный водор может допомогнуть тяжко хворым детям, полепшить их стан, сон и настрой. Такая терапия совсем новая на керунок не только для Беларуси, но и для всего света. Про водор, который дает здоровье, Дарья Бегун. Водор свежоскошенной травы морской хвалий и карамели. Луиза Пюжоли, Камила Лавиаль, сбирают новокольные пахи у флаконы. Две студентки парфюмерной школы Парижа приехали в Минск с доброчинной миссией да помогчить аж к хворым детям хосписа праз-альфакторную терапию, лечения пахами. Наша выкладчик, белоруска Вольга Александр, рассказала нам про таки направок у парфюмеры, як лечения пахами. Вядомы, гэта нас удивила, и мы за довольнением приехали в Минск в рамках проекта «Парфуманёла», к обзнасти водорой, яке могут выкликать эмоции у дятей, и у целом, разумеете, яке ё на пах ваш край. У Киры редкое юнитычное захворвание, спинальная мышечная амиотрофия. Парфюмеры створили пах, и яке да поможет девчонце вертаться до радостных эмоций и успоминов. Для меня аромат – это духи, парфюм, а здесь, вот в флаконе, запах скошенной травы. Вот как это может быть? Для меня это было, например, удивительно. Запах церкви. Ну, непонятно, но удивительно и очень интересно. Мама Киры признается. С початку не зусим могла уявить, як дачка буде реаговать на пахе. После некольких занятка убачила выник. Самое важное, чым да помогают водоры, узнавляют эмоции. Киры пришелся до сподобы пах карамельных цукерок, ванили, шоколаду, и он натхнил и матулю. Шесть лет не было на море, вряд ли мы уже туда попадем. И вот мне было даже самой интересно, можно ли передать аромат моря. Действительно можно. Легкий, такой вот свежий, слегка уловимый. Но это действительно море, это удивительно. Альфакторная терапия Зусимнову на прамок палеотывной допомоги. У рамках проекта «Парфюм Аньола» по трымку отримали 9 подопечных детячего хосписа, а так само пациенты РНПЦ-онкологии. Ароматерапия налегко. Взял, открыл лавандовое масло, включил там аромолампу, капнул. Но нет доказательств, что на больного ребенка, вот как оно воздействует. На здорового – да, на больного – нет. А здесь есть доказательная база. Там работают биохимики, работают психологи. И они под каждого ребенка как бы молекулу разбивают на атомы. Студенты высшей школы «Парфюмеры Парижа» перетворили детячие фантазии у формулы и водоры. Работа не только с детьми, но и с их родителями. Вот я видела на практике, как можно через воспоминания, через передачу каких-то эмоций, через воспоминания, когда ароматы вызывают у мамы улыбку. Пах Японии для Ромы Кукрэша стал добрым натхнением и допомогой у перодоления неопростых диагнозов. Захворвание знаходится у стады ремиссии, и новые водоры только додают сил. Что было удивительно, что в ту неделю, когда Рома нюхал эту Японию, ему не только удавалось, играя, побеждать, но он, допустим, учебная неделя прошла просто на ура. Французские студентки за два месяца працы в Минску створили 15 новых эльфакторных стимуляторов. После вертания в Париж продолжать сбирать библиотеку Пахау, как каждый подопечный хосписа имел махчимость удыхнуть приемное уражение. Дарья Бегун, Дмитрий Гаркуша и Виктор Борисов. Агентство Телинавин.